пейзаж море акварелью акварель уроки привет я дарья поздняк сегодня рисуем вот такой морской пейзажи с коряжками я сделала легкий набросчик рандашом значит вот имеют две коряжка на переднем плане вот такая загнутая с каким тут хвостиками берег моря значит уходящий на горизонте значит скалы какие-то там горы и вот здесь еще группа деревьев деревьев без листвы и линия горизонта начать я хочу сейчас с неба и с моря смочу мне как всегда хочется рисовать ярче чем есть вот я кладу рядом маски и даю им возможность самим растечься я их не перемешиваю так не взяла салфеточку сегодня получится без нее дальше мочу море вот здесь прям стык не буду мочить чтобы не потекло меня так как море у меня светлее по тону а коряжки темней поэтому в принципе можно так за коряжками промочить так намочила море будет темнее чем небо так я положила теперь мне нужно пройти смягчить потому что где-то уже подсыхает так как бумагу задней стороны мы не мочили и надо успеть пока края не высохли это все объединить так я беру каблак и сажу газовую и вот такая кисточка если мне кисти понравится я потом буду снимать обзор но пока неизвестно второй раз рисую вместе с вами и сразу же нужно смачивать то есть я положил мазочки сейчас посмотрим кстати как это все у меня растечут корешки прям тут берегу идут и сразу смачиваю где сухой край чтобы он был помягче так вот эту поверхность хочу через другой цвет сделать и нужно смачивать края я конечно не успела чуть-чуть вот это вот напоминают эти кисти как будто бы кисти для макияжа я конечно не знаток но мне почему-то именно такая ассоциация приходит на ум так тут у меня травка растет посадить травку и чем-то темненьким холодненьким я беру голубую голубую немножко на штук ручки и какие-то теневые посадить можно смягчить немножко если есть необходимость хорошо значит мы как бы залили все практически залили чтобы не оставить белых мест вот тут у кстати у меня все еще недостаточно по тону давайте здесь тоже заполнил я вообще вот этими вот острыми как бы геометрическими кистями лук варили никогда не работала в масле и другое дело так и вот эти мои геометрические мазочки немножко успокоить есть конечно нет задачи сделать четко вот на специально чтобы мазочки были ярко выражены так тоже бывает так тоже может быть так мы залили как бы задник и передник как-то очень получилось очень прилично получилось передний план как-то слишком 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 какой-то слишком воспитанный нам надо беспредельщика вот фон армуль смотрите как хорошо утекло я покапываю наклоню так как они были не до конца высохшие они потекли вот это я люблю вот как-то вот какой-то беспредел акварель это хорошо когда все четко как я сказала мне не нравится меня чтобы она проявляла свой характер акварель так давайте теперь мне кстати я все жалую что нет маленьких кистей вот я заказала вот так вот вот их четыре эти две побольше вот эти две поменьше когда будет у меня уже понятно по качеству я вам сниму обзорчик сейчас попробую вот эти двумя двумя маленькими если меня получится веточки сделать из меня будет удобно так вот эти задние деревья уже можно делать точно давайте попробуем цвет у меня уже готов расти они будут примерно вот отсюда упираю руку об палец или об ноготок или об окаток пальца потому что на весу не попасть у меня еще круче ноги стол и никак не могу его зафиксировать и он как бы трепыхается это конечно минус минус очень удобно у вас чуть видео дрожит может быть я скоро с этим что-нибудь придумал у него ножки на регулировке и ну как я не кручу получается только хуже теперь попробую сделать деревья справа я кстати мне очень нравится это место где сделана фотография но там очень страшно и очень боюсь высоты вот и вот на этих вот ветках еще если сидит кошка например как за нее страшно мы даже я как бы кошка на самом деле не очень люблю но я залезла у меня была с собой миска собачья с едой я залезла значит быстренько достала отжал у собаки несколько кусочков еды положила кошки давай ее сманивать моя разревновалась на все это дело что чё за дела моей едой кого-то кормят беспредел а что делать и страшно я за нее боюсь она там сидит прямо вот на вот этих вот ветках прямо над пропастью я понимаю что она кошка но там же люди тоже может кто-то испугать даже нечаянно ну мало ли что в общем страшно я ее всячески пыталась сманить положила еду и отошла смотрю спала слезает инфу слова господи испугался кошку ох все таки я люблю всех животных очень за них волнуюсь поэтому нельзя сказать что собачники любят только собак кошечники только кашка к кашаков все равно если человек любит хоть один вид животного то скорее всего он будет неравнодушен и к другим то есть понятно что да может быть там по-другому может быть так не так сильно не так эмоционально ввязываясь но сам факт это действительно факт у нас тут по дороге к морю наполодились котятки черненький котенок все наблюдали как он играет и два щенка довольно крупной собаки еще непонятно толком какие они вырастут но я думаю они точно будут не маленькие они сейчас уже килограмм наверно по 7 вот еще среди окрестных собак дворовых добавилась овчарка сегодня смотрю не успела я разглядеть мальчик девочка но сидит у нас есть одна довольно большая собачка каждое утро мы его видим песик вот так сегодня с ним в компании сидела овчарка или овчарик какую-то фактуру попытаться показать коряшки овчарка прям вообще то есть но там наверно по весу из больших овчарок по весу наверно с меня и вот они вдвоем сидели на солнышке кайфовали я конечно всех местных собак знаю потому что свои когда идешь нужно понимать чтобы вас никто не съел поглядывать по сторонам и примечать их характер потому что есть текст вот совершенно спокойный кому пофиг и по своим делам чешут им вообще все равно а есть как бы какие-то провокатора но среди дворовых это редко конечно поиск это какая-то стайная или если они защищаются это моя такая идея но все равно я слежу примечаю на в каких местах какие собаки мы тут по одной улице гуляли классная улица там и людей поменьше можно и выходной день пойти вечером когда вообще везде много людей там нормально но там из-под одного забора я сначала не могла понять как так из-под одного забора значит выскакивает собаченцы и за нами бежит понюхать вот я испугалась тоже неожиданно потом следующий раз собака выскочила примерно в том же месте я думаю как же так и когда мы пошли в третий раз я такая думал так вот он этот забор смотрю под забор никого нету смотрю вдаль забора такой он открытый прозрачен тоже никого нет и вдруг краем глаза я вижу что вот в десяти метрах от меня за забором он бежит песик я такая значит остановилась на него такая чу за дела ну так остановился на меня смотрит и не бежит дальше я делаю несколько шагов он стоит я делаю еще несколько шагов оглядываясь он стоит то есть он понял что сегодня понюхать мою собачку у него не получится смех конечно он просек потому что в те разы я его отгоняла я не давала ему собаку ну в первый раз мы очнулись он был уже у собачий пуп вынюхил а потом я как бы между ним и своей такая эть типа кыш он такой тыц-тыц и проходит мимо вот в этот раз у него не получилось теперь я точно знаю откуда он вы выходит из-за какого заборчика но он для моей собаки по габаритам сильно большой вот и я не знаю же толком как он там понятно что скорее всего агрессировать никто не будет кроме моей конечно подходит к себе такой шкаф вот поэтому она может испугаться сангрессировать и спровоцировать что собственно нехорошо вот пойми теперь знаю это место из-под забора где он выходит и теперь буду следить ну конечно какие умные эти собаки ну то есть ты с ними разговариваешь они же все понимают сразу же тебя понимают или еще один большой значит я тоже очнулась он уже собака до середины бедра на значит я очнулась он уже рядом с моей ногой а собака моя по другую сторону меня и я как бы понимаю что это как бы надо бы на руки взять не делая резких движений как-то в общем я так своей ногой уперлась ему в нос псу и свою поднимаю сама не знаю как так вышло так обиженно на меня посмотрел не дали понюхать венку козявку и почесал дальше по своим делам ну к нам особо не подходит я так просто посмотрю где он находится чтобы не пугаться потому что тот самое неожиданное когда когда рядом с тобой неожиданно появляется что-то к чему-то не готов те же самые паучки какие-то мухи мы же их не всегда даже боимся мы можем испугаться просто потому что неожиданно что-то рядом с тобой возникло такое не факт что это вообще страшно сам факт неожиданности так я рисую веточки смотрите я с одним и тем же цветом я рисую но разное количество воды то есть где-то поплотнее потемнее где-то посветлее побольше воды а где-то еще фоном можно задеть чтобы немножечко потекло вот так ничего страшного можно менять кисточки чтобы на концах были более тоненькие штучки к основанию потолще если я одним тоном буду вести всю веточку она будет слишком скучно вырезанной плоскостной лучше чтобы у нее где-то был более темный тон где-то более светлый не обязательно это прям вот анализировать что вот я здесь сейчас положу темнее светлее там ляля это можно конечно если вы точно четко привязывайтесь к освещению понимаете откуда у вас освещение откуда падать тень все дела вот но если бы как бы только начинающий просто используйте разного тона мазочки и будет все окей так веточку надо подправить маленький маленькие веточки чеки где-то если можно тоже смягчить так вот здесь основание коряжки очень светло не считается что она коряжка коряшка пенек вот тут морем я не попала и здесь коряшку сразу как бы сажаю в траву чтобы она не сама по себе торчал а из чего-то еще мне не нравится тут по тону проседает это вот поверхность земли именно по тону я не хватает тональности давайте мы ее поднимем иначе его дыхкой смотрится кстати вот такой бомбический цвет который я сама сделаю можете посмотреть там видео как я его делаю из чего и в невской палиты есть похожий цвет но в моем меньше компонентов у них там в этом цвете три или четыре компонент а в моем по-моему два но с белилами 33 не суть на самом деле может быть питерский он как бы лучше если его особо в смеси не пихать а использовать его именно в чистом виде или почти в чистом тогда в принципе все будет окей все будет хорошо и и ставим подпись сейчас поставим как обычно говорю ставим подписи сама тут дорисовывать по быстренькому если вам понравилось это видео ставьте лайки подписывайтесь на мой канал видео будут выходить я надеюсь три раза в неделю и один раз в неделю должна выходить болталка где буду рассказывать про геленджик это будет в альбоме лично вот три раза в неделю будут рисовательные видео и один раз в неделю болталка чтобы не пропустить подписывайтесь на канал ставьте лайки пишите комментарии а с вами была дарья поздняк и до новых встреч